Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Сегодня исполняется 300 лет со дня создания прокуратуры России. И сегодня в нашей студии об истории возникновения прокуратуры России и Карачаева-Черкесии, в частности, о ее основном предназначении и ее функциях, о правозащитной роли прокуратуры и о многом другом. Нам расскажет старший помощник прокурора Карачаева-Черкесии по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. С ней встретилась моя соведущая Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Елена Юрьевна. Безмерно рада видеть вас у нас в гостях. Повод у нас просто такой фантастический. Ну, кто бы мог подумать, что в эти дни, а конкретно сегодня, исполняется 300 лет прокуратуре России. Естественно, мне бы хотелось узнать у вас, как вот этот институт вообще создавался. Вы же в пресс-службе, вы все знаете. Да, сегодня у нас знаменательная дата. 12 января 1722 года именным высочайшим указом Петра I правительствующему Сенату была учреждена прокуратура Российской империи. И с тех пор эта знаменательная дата отличается как день создания прокуратуры России. Возглавлял систему прокуратуры в то время генерал-прокурор, подчиненный императору. Также были введены должности обер-прокуроров при Сенате и должности прокуроров при коллегиях и судах. Елена, а вот на тот момент каково было основное предназначение задачи прокуратуры? Вот в то время. Да. Генерал-прокурор в указе императора рассматривался как око государева. А основное предназначение прокуратуры заключалось в наблюдении за исполнением законов. При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беззакония, беспорядков в делах, неправосудия и взяточничества. Он, как всегда, был четок и тверд. Кто был первым прокурором? Или это называлось по-другому? Кто возглавил тогда это ведомство в первый раз? Да, в первый раз ведомство возглавил по указу императора граф Павел Иванович Ягушинский. Это был генерал-прокурор. И представляя сенатором генерал-прокурора, Петр I сказал, вот оно око мое, коим я буду все видеть. И в своем первом указе Петр I определил основные права и обязанности генерал-прокурора по надзору за сенатом и по осуществлению общего руководства органами прокуратуры. Ну как дальше развивалась вот эта история? Российская прокуратура прошла сложный путь исторического развития, и условно его можно разделить на три этапа. Дореволюционный, который продлился с момента создания до октября 1917 года. Советский период, который продлился до 80-х годов прошлого столетия. И современный период с 90-х годов XX века и по настоящее время он длится. Ну вот есть, наверное, такое понятие, как государственная прокуратура. Она когда образовалась? Да. В мае 1922 года постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета было принято первое положение о прокурорском надзоре, и тогда в составе Народного комиссариата юстиции была учреждена государственная прокуратура. Ну какие функции она выполняла? На прокуратуру были возложены следующие функции. Надзор от имени государства за законностью действий всех органов и учреждений путем инициирования уголовного преследования в отношении невиновных и путем опротестования несоответствующих закону постановлений. Наблюдение за оперативно-розыскной деятельностью следственных органов при раскрытии и расследовании преступлений. Конечно же, поддержание обвинения в суде и наблюдение за законностью действий заключенных под стражей. Потом прокуратуре добавился еще ряд функций, например, право законодательной инициативы, право совещательного голоса в органах власти страны. И уже впоследствии, в июне 1933 года, была образована прокуратура Союза Советских Социалистических Республик, которая получила статус самостоятельного государственного органа. Ну мы дошли до 1933 года, и тут начинается Великая Отечественная война чуть позже, да? Как вот в эти годы Великой Отечественной войны функционировала прокуратура? В годы войны деятельность органов прокуратуры была подчинена единой общей задаче – победе советского народа над немецким фашизмом. И согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года о военном положении, деятельность всех органов прокуратуры, как территориальных, так и военных, была перестроена на военный лад. А вот если мы затронем историю прокуратуры, создания прокуратуры Карачаева-Черкесии, как все начиналось? Согласно сохранившимся архивным данным, в Карачаево-Черкесской автономной области прокуратура возникла в 1922 году. И образование прокуратуры после революции можно расценивать как шаг по установлению законностей, и именно в то время были заложены основы прокуратуры, как современного органа, обеспечивающего законность и правопорядок в нашем обществе. И хотелось бы отметить, что первое совещание прокуратуры автономной области происходило примерно в это время, 17 декабря 1922 года. И на данном совещании обсуждались вопросы состояния борьбы с преступностью и бандитизмом. А сегодня какое предназначение прокуратуры? Вот можно каким-то одним предложением или несколькими предложениями сказать, что вот это, вот это, вот это основное наше предназначение? Здесь хотелось бы сказать, что на протяжении трех столетий российская прокуратура, пережив смену эпох и династий, испытав на себе влияние различных политических режимов, была и остается державным оплотом законности и правопорядка нашего государства. Сегодня перед надзорным ведомством стоят различные сложные задачи с учетом необходимости максимальной реализации его правозащитного потенциала. В числе приоритетных направлений деятельности остаются борьба с преступностью и коррупцией, восстановление и защита прав граждан в различных сферах правоотношений, обеспечение единства правового пространства. Ну вот если говорить о том, что вы сказали, правозащитная роль, какова вашего ведомства? Ну, как бы прокуратура остается главным правозащитным органом в нашем государстве, и внимание прокуроров акцентировано на защите закрепленных в Конституции прав граждан в различных сферах. Права на охрану здоровья, на получение квалифицированной медицинской помощи, защита трудовых, пенсионных, социальных и иных прав граждан. Прокурор сегодня стоит на страже самых социально незащищенных категорий населения, отстаивая их интересы. Это ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние, в том числе дети, оставшиеся без родительского попечения. Прокуратура является одним из немногих органов, где граждане могут получить быструю квалифицированную юридическую помощь. Честно говоря, я и не знала, что прокуратура помогает ветеранам, неимущим семьям. Я понимаю, что сегодня у вас праздник, но тем не менее, какие-то примеры конкретно вы можете привести? Да, конечно. Такой помощи? Конечно, да. Прежде всего, хотелось бы отметить, что ежегодно значительное число граждан обращается в органы прокуратуры за помощью. Прокурорами восстанавливались права граждан в сфере трудовых правоотношений на своевременное и в полном объеме получение ими зарплаты. Отстаивались права граждан в сфере жилищных правоотношений, в частности, жилищные права несовершеннолетних детей-сирот и молодых семей. При этом прокурору последовательно добивались исполнения заявленных ими требований и непосредственного исполнения судебных решений. Например, по иску Адыгихабльского межрайонного прокурора лицу, страдающему тяжелым хроническим заболеванием, была предоставлена благоустроенная квартира. По исковому заявлению прокурора Прикубанского района молодой семье была выплачена денежная сумма в размере около 1 миллиона рублей, которая предназначена была на улучшение жилищных условий. Усть-Жигутинским межрайонным прокурором были восстановлены права пожилой женщины, которая самостоятельно не могла обратиться в суд в силу состояния здоровья. И ей в ее пользу были взысканы, похищены денежные средства пенсионных сбережений на сумму свыше 1 миллиона рублей. Также прокурорами оказывается помощь предпринимателям в части своевременной оплаты исполненных контрактных обязательств, устранение препятствий в предпринимательской деятельности, отстаиваются земельные права многодетных семей в судебном порядке, и устраняются нарушения при необоснованном начислении оплаты жилищно-коммунальных услуг. То есть во всех этих многочисленных сферах такие примеры не являются единичными. Да, это наша работа. Лучше одна конкретная помощь, чем, как говорится, все эти бумаги. А как вы готовились к своему празднику? Да, хотелось бы сказать, что президентом Российской Федерации 23 марта 2021 года был подписан указ о праздновании 300-летия органов прокуратуры, в соответствии с которым был организован организационный комитет, создан и утвержден план мероприятий по подготовке. 300 лет! Конечно, да. И органами прокуратуры активно проводились различные мероприятия, приуроченные к столь знаменательному юбилею. Например, совместно с региональным министерством физической культуры и спорта был проведен мини-турнир по футболу. В спортивных соревнованиях приняли участие команды силовых структур, а также органов госвласти и местного самоуправления. Все игроки продемонстрировали высокий боевой дух, хорошую спортивную подготовку и, конечно же, неиссякаемое стремление к победе. Также прокурорскими работниками вести с представителями региональной нашей общественной организации ветеранов прокуратуры были посажены деревья возле здания прокуратуры республики. Прокурорская аллея станет символом преемственности поколений прокуроров, которые многие века уже, можно сказать, стоят на страже законности. И эта акция символизировала собой дань уважения людям, стоявшим у истоков профессии и посвятившим свою жизнь служению Родине и народу. Также у нас был проведен конкурс профессионального мастерства, где работники с учетом профессиональных достижений были особо отмечены в отдельных направлениях деятельности. И у нас был организован конкурс творческих работ, куда работники представили подготовленные ими видеоролики, брошюры, рефераты. И все это обосвящено было истории становления и развития прокуратуры России. Неужели есть творческие прокуроры? Есть, конечно. И причем очень интересные работы сняли. И видеоролики, и рефераты. Крайне важно заботиться о тех людях, которые стояли у истоков прокуратуры, которые отдали этому свои лучшие годы, свою жизнь посвятили. С подрастающим поколением какая работа проводилась? Состоялась организованная прокуратурой республики совместно с Министерством образования и науки КЧР Олимпиада по праву среди старшеклассников. Ребята продемонстрировали блестящее знание нормативных актов, знание истории государства и права и общую эрудицию. Победителей и участников интеллектуальных состязаний в торжественной обстановке поздравил прокурор Карачаева Черкесской Республики Олег Олегович Жариков. И победителям были вручены грамоты и призы. Также повсеместно по республике прокурорскими работниками были проведены тематические беседы со школьником. Ребятам было рассказано об истории надзорного ведомства, о целях и задачах, реализуемых прокуратурой, об основных направлениях прокурорского надзора. И также акцентировано их внимание на необходимости правомерного поведения и об ответственности за нарушение норм законодательства. Среди детей прокурорских работников был проведен тематический конкурс, где ребята нарисовали своих родителей прокуроров и передали в своих работах представления о деятельности родителей. Все работы, конечно, были красочные, выразительные, оригинальные. И в праздничной обстановке мы подвели итоги конкурса. И все участники, и победители, все были отмечены и получили как сладкие призы, так и памятные подарки. Ну и, конечно, я хочу услышать от вас пожелания в этот праздничный день своим коллегам. В этот праздничный день я хочу пожелать своим коллегам успехов в нелегкой и ответственной службе по защите интересов государства и каждого гражданина. Правильного решения самых сложных профессиональных задач и, конечно же, крепкого здоровья, мира, удачи и благополучия. Я в свою очередь, конечно, поздравляю вас с вашим праздником. Действительно, это нелегкий труд. Спасибо вам большое. Желаю вам удачи и чтобы преступления у нас совершались как можно реже. Спасибо вам. С праздником, Лен. Спасибо огромное. В рамках акции МВД по Карачаево-Черкесии «Полицейская елка желаний» исполнены детские мечты. Дети сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, украсили лесную красавицу новогодними шарами, в которые вложили записки со своими желаниями. Есть такая традиция под Новый год загадывать самые заветные желания, потому что в это волшебное время они всегда сбываются. Мечты детей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, не стали исключением. В благотворительной акции «Полицейская елка желаний» в роли Деда Мороза выступил министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Олег Мальцев, его заместители и руководители подразделений и служб ведомства. Праздничная елка с письмами детей была установлена в здании МВД по Карачаево-Черкесской республике. Новогодние шары, в которых были спрятаны самые разные желания, один за другим с лесной красавицы снимали руководители ведомства. Все желания детей, в числе которых были посещение дельфинарии, циркового представления, катание на лыжах и просмотр новогодней премьеры фильма в кинотеатре, были исполнены в период новогодних каникул. На базе визит-центра Тибердинского национального парка прошла Всероссийская научная конференция с международным участием «Средневековая археология и этническая история Северного Кавказа. Контактные зоны и торговые пути», посвященные 100-летию известного археолога, кавказоведа, профессора Евгении Алексеевой. В научном форуме приняли участие археологи, историки и этнографы из регионов России и ближнего зарубежья. Подробнее о работе конференции расскажет Алихан Лепшоков. Она внесла весомый вклад в изучение истории народов Карачаева-Черкесии. Данная научная конференция – это возможность вспомнить о деятельности ученого-археолога Евгении Алексеевой, которая всю свою жизнь посвятила археологии. Такие форумы позволяют ученым поделиться своими научными изысканиями, а студентам получить полезные знания по истории народов республики. Сейчас здесь присутствуют известные исследователи, и в то же время здесь присутствует молодежь и первого курса, второго курса, третьего курса, которые в данном случае увидят в лице присутствующих здесь известных исследователей тот пример, который их воодушевит, я надеюсь, очень воодушевит, на то, чтобы посвятить себя археологии, истории не только Северного Кавказа, но всей России и всемирной истории и археологии. Трудовой путь археолога-кавказоведа Евгении Алексеевой был отмечен орденом «Знак почета». На Всероссийской научной конференции принимают участие ученики и последователи Евгении Павловны. Они высказывали славоблагодарность организаторам и отмечали ее труды по изучению истории и развитию археологии Северного Кавказа. Выступают и участвуют в конференции много сегодняшних таких авторитетных ученых, как из Карачао-Черкесии, так и из соседних республик Северного Кавказа и центральных городов. И все это посвящено имени этой замечательной исследовательницы нашего региона. Я сегодня использовал в презентации книги из своей библиотеки Евгении Павловны. Если вы обратили внимание, то обложки все достаточно затерты только потому, что они фактически являются настольными для меня лично и также для многих других моих коллег. В конференции приняли участие ученые-археологи, историки и этнографы из регионов России и ближнего зарубежья. В своих научных докладах участники научного форума обсуждали проблемы средневековой истории, этнографии, фольклора и культуры народов Карачао-Черкесии. Должны помнить. Я бы даже предложила, чтобы произведения Евгении Павловны были переизданы, потому что они являются библиографической редкостью, и студенты, конечно, должны знать. И, кроме того, очень интересно узнать об ученом, исследователе из самых разных уст, из самых разных территорий. Без обращения к археологическим данным этого периода невозможно понять историю взаимоотношений народов Северного Кавказа, древних племен и раннесредневековых образований на территории Северного Кавказа. Этот ученый внес большой вклад в археологию и этническую историю Карачао-Черкесии и народов Северного Кавказа. В завершении конференции все участники отметили важность издания сборника работы Евгения Алексеевой, а также тесного сотрудничества между КЧГУ и региональными структурами по охране памятников Карачао-Черкесии, организации на базе археологического музея университета обсуждения участников археологических экспедиций. Олег Ханепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачао-Черкесия, Тиберда. Продолжение следует...